Монтёр 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 Тихнули сбоку, а мы так и задали детский технический персонал, не важно. А кенора, бродягу, который пел в этом театре, его посадили противно смотреть, и самую серёжку в центру, на стула, со спинкой. А мягко, что мало того, что тихнули сбоку, да ещё на топорецке. Если человеку заболит спина, так ему откинуться некуда. Ну хорошо. Мягко же был человек малокультурный, он на эту грубость ничего не сказал, но в душе затаю некоторое хамство. А тут такое подошло. Играется, например, Руслан Людмила Музыка-Венки-Бирижер Капман, а без четверти минут восемь до этого монтёра припёрлись две девочки. И главное, это вот до сих пор так и не знаю. Или они сами до него припёрлись. Или он не пригласил его. Вся там пути приходит, отчаянно сверстует и просит походить в серёжку оперы посмотреть театр. А он перед ним и таким позже он, «А жалко, ведь мядам, где он такое слово выкопал?» Я говорю, вам сейчас два счёта, два дверечка с варганью. И отправляюсь в плену до администратора. Но вы же знаете, какие бывают в театре администраторы. Это преимущественно гаджи. У них не то, что там пропускался, да и в другой раз снега зимой не вышло. Ну ладно, вот он приходит до него, он сидит в важном кабинете, весь обклеился оббоями, громаднейший молокитовый черменный прибор. А чермена нету, нет. А чего ему писать? Ему же писать нечего, до него уже всё написано. Вот только что в себя встали. Мальчик, я уговорюсь, Черезень, Николаевич, вот для меня для сестренки приехали из глубокой поддерей, хотят, значит, приобщиться с культурой, просто, посмотрите, вот и дайте спрос. Не могу, не могу, не могу. У меня сегодня вроде как суббота, ой, какой молокольный дурак. Во вторых у него вроде субботы каждый стул на учёте, возможно, ведь аншлаг выкинем на улицу. Ну, а мягче человек простой, говорит, а так, пожалуйста, тогда я играть отказываюсь. А на чём играть чёрт? И он говорит, когда он мальчёр, ответит, и он говорит, на чём играть? Ну, говорит, не играть, так освещать ваше поганное производство. Отправлять его себе в пусту, запирается и выключает свет по всему театру общим рубильником чёрт-товой бабушкики, перечи, получается, форменная обструкция. Почему? Потому что во всём я при тёмно. Которая публика на гавёрку шла, да, а там ремонт не кончили. Нет, значит, ковёр положили, а перила ещё не сделали. Такого темнота наверху застала, тот стоит, не дышит, боится, потому не знает, с какой стороны стенка, чтобы не сверху вниз. Кассиру касси на день не сел, чтобы его деньги в темноте не уперлись, а как сел на деньги, на ножницы напорол. Да как зарядка, оооо, зарезали! А народу темноте не видят, а может зарезали. Поднялась опаника, вдруг бьют-то головами, прямо катастрофа. И вдруг бежит тенор, который снимался в селёвке, и заявляет, я в темноте, ведь тенором отказываюсь, пущай монтёр поёт, мне голос дороже. А монтёр говорит, пожалуйста, пущай не поёт, подумайте добро, какое нашлось, Ежели он тенор, так ему свети, нынче брат теноров нету, а ежели он действительно тенор пущает, на рукой поет, а другой свет дожигает. Ох, они скреснулись от теноров, значит брата, но кто кого не видать, темнота покрывает. Брюк бежит этот вроде как суббота, на все дотыхает, администратор падает, где эти чертовые девицы, второго их забодают, через их гибель театру выходит. Когда выходит монтёр, смотри, говорит, нет, гибель не через их и не через вашего тенора, а гибель, если хотите, значит, через меня, но мне вашей энергией, говорит, принцип, предмет, ой, честное слово. Никогда не могу сразу сказать, сразу бегу говорю, как-то чудно сказал. Пенсионально, говорит, не жалко, нате, горите, зажигает свет, публика входит в свет, косит продает последние билеты, дирижер взматывает палкой и опера идет. Ну, так что, кто важней в этом сложном, огромном театральном механизме? Актер, режиссер, а можно быть в театральной площади? Думать надо, а не улыбаться, думать!